Анастасия Железнова из города Глазов, которая нам расскажет о том вообще, какие у нее свойства, как она дошла до путешественнической жизни и ответит на все вопросы о жизни в Китае, о заработках в разных странах, о том, как жить годами, путешествовать и не страдать при этом. Да? Поехали. Так, ну тогда сначала вкратце о себе. Я путешествую уже лет 6. То есть первое мое путешествие было на велосипеде с Питера до Перми. Это было такое некое исполнение детской мечты, когда хочется крутить колеса на велосипеде, не останавливаться. И вот я решила таким оригинальным способом вернуться из Петербурга, где я училась, к себе в Удмуртию. И вот так проехала по Золотому кольцу. Мне это занимало 39 дней. Я там ночевала в палатке, питалась с котелка. И после этого познакомилась с ребятами, которые ездили автостопом. Начала тоже ездить автостопом в Крым, на Кавказ, на Белое море, к себе в Удмуртию тоже ездила. И собиралась поехать в годовое путешествие после окончания института. То есть у американцев есть такой свободный год. Когда вы после окончания института едете, путешествуете, набираетесь жизненным опытом. И вот так, когда я закончила, когда у меня появилась наконец возможность поехать, я поехала с Питера до Владивостока автостопом. И оттуда у меня был план Китай и Юго-Восточная Азия. Но жизнь там несла свои коррективы. Пока я ехала 3,5 месяца, потому что я заезжала в разные места, жила в национальных парках, на Байкале, где-то еще. И изменились, и там поменялся консул, и перестали на тот момент выдавать визы в Китай, во Владивостоке. И нужно было ехать обратно в Москву, чего, естественно, я не собиралась делать. Поэтому я улетела в Гонконг. Ну, после этого я планировала поехать куда-то еще, полететь. И когда я туда прилетела, заблокировали мои карты. Хотя я созванивалась с Сбербанком, говорила, что вот я поеду в такие-то даты, там все прочее. Все заблокировали. На тот момент про Тинькофф я еще не знала. И, в общем, я решила, что все, это знак. И с тех пор уже начала искать какие-то подработки в путешествии. И, ну, так сказать, накоплениями уже не пользовалась, уже зарабатывала в самом путешествии. Так что потом подробнее про работу в путешествиях расскажу. И после Гонконга я себе заработала на путешествия на перелет, поехала дальше, переместилась в Таиланд. Путешествовала Таиланд, Малайзия. Некоторое время прожила в Таиланде. Потому что мое путешествие заключается не только в перемещениях, а в том, чтобы останавливаться в понравившемся месте, учить язык, погружаться в культуру, работать. Потому что когда вы путешествуете просто как турист или как путешественник, вы, естественно, не видите всего, что на самом деле есть в этой стране и всего не понимаете. Даже если вольный путешественник ездит автостопом, разговаривает с самыми разными людьми, он понимает достаточно много. Но когда вы начинаете работать, вы видите, как именно работают люди, в каких условиях, как к ним относятся начальства, как относятся люди в коллективе друг к другу. И открывается очень много разных подводных камней, о которых вы просто не подозревали, пока находились в стране путешественникам. Но меня это тоже все захватывает. Мне тоже интересно погрузиться и стать местным жителем, попробовать пожить прямо вот как живут они. Потом я поехала в Лаос, путешествовала по Умьянме. В Лаосе тоже я прожила 4 месяца, волонтерила в горах, там школа была, я была там учителем английского языка. После этого я уехала во Вьетнам, в Китай, и в Китае я прожила полтора года. Но не совсем все время, то есть я выезжала путешествовать обратно во Вьетнам, уезжала путешествовать по Европе, возвращалась в Китай. И когда началась пандемия, я была еще в Китае, это был январь, оттуда я улетела в Россию. Это было запланировано заранее, я не бежала от пандемии, просто я прилетела, потому что в Китае в феврале праздники, в это время никто не работает. И у меня было запланировано, что я побидаю родителей, потому что я в то время путешествовала уже 3 года и видела всего лишь один раз, когда ехала в Европу и заезжала заодно к ним. И когда начали распространяться этот коронавирус, закрылся Китай, точнее еще не закрылся, но какие-то вот такие всякие были слухи, было понятно, что въехать туда сейчас в ближайшее время не получится, потому что работы тоже не будет. И вообще, всем надо сидеть дома, выходить раз в несколько дней, вот, и я решила улететь в Турцию, в дом для всех, и там прожила полгода, потому что закрылись границы. И потом возвращалась через Украину. И сейчас есть планы на Южную Америку, может быть, проехать даже там с Мексики до Южной Америки, зависит от того, как все будет открыто, будет ли возможность перемещения между странами. Так, обо мне коротко. Все? Сейчас буду рассказывать уже про сами путешествия. Про что интереснее? Про работу рассказать? Про то, как зарабатывать в путешествии? Либо про перемещение, про разные способы, про байк, про все вместе? Все вместе. Все вместе. Ну ладно, тогда начну с работы. Какие есть работы в путешествиях? Ну, самое основное, что все знают, это стрит. Когда вы только приезжаете в страну, ничего не умеете, ничего не знаете, языком не владеете, то многие начинают стритовать. То есть, исполнять какой-то перформанс на улице. То есть, это либо музыка, либо там кто-то крутит бои, то есть огненное шоу, кто-то показывает акро-йогу, кто-то что-то еще может продает на улице. И это вообще, на самом деле, очень прикольный опыт, не только как бы в плане денег, но в плане того, что когда вы выходите и выступаете на улице, вам подходят знакомиться очень многие люди. И это такой уникальный способ сделать чужой город резко как бы своим родным, ну, как бы таким более-более близким городом. Потому что, когда мы приезжаем, даже там автостопом, мы уже познакомились с какими-то людьми, там, приезжаем жить по каучсерфингу, мы уже познакомились с кем-то, но все равно у нас достаточно мало социальных связей. И мы никого почти в городе не знаем, и, ну, как бы это, некоторое время мы, ну, чувствуем себя чужими в этом городе. Когда вы выступаете, к вам подходит очень много людей, вас зовут там туда посмотреть, сюда в гости, куда-то еще, и оказывается, что вы знаете уже очень многих, и город становится для вас как бы родным. Плюс с улицы вы уже имеете возможность найти какую-то другую работу. То есть у меня, например, есть друг, он очень хорошо играет в шахматы, и он садится на улице и пишет, играю The Donation. К нему подсаживаются люди, он действительно хорошо играет, и когда они с ним играют, они видят, что его очень сложно обыграть. И они такие, блин, мы думали, мы хорошо играем, слушай, поучи нас. Он получает уже работу как учитель. Либо ему говорят, слушай, вот у меня сын хочет научиться играть, я вижу, что ты хорошо играешь, все, учи его. Таким образом можно как бы перестать играть на улице, стать учителем. Или, например, если вы умеете что-то хорошо делать, например, украшение. Была одна у меня такая знакомая, которая делала украшения. Она специально в разных странах учила специальные методики изготовления разных украшений, закупала какие-то редкие камни, и вот учила сделать красоту. И в результате ей как-то ее заметили, говорят, что же ты продаешь-то так, вот у нас же тут есть магазины, ты можешь там реализовывать под проценты, все прочее. И в результате, да, она, в конце концов, начала реализовывать это через магазины. И тоже ушла с улицы. А проблем с законом нет, когда таким активно занимаешься? Это то, на что вы должны обратить внимание. Да, когда вы приезжаете в какую-то из стран, вы должны посмотреть, можно ли там стритовать. То есть, например, сейчас в Таиланде это сажают. Раньше не сажали, сейчас сажают. Поэтому, когда вы едете в страну, прочитайте про это. То есть там где-то, 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 сейчас помню, в Макао, например, тоже запрещено. В Индонезии, насколько я помню, вроде бы тоже запрещено стритовать. Поэтому там, где вы стритуете, там, где запрещено, то это уже на свой страх и риск. В некоторых странах нет, абсолютно не запрещено. Люди при этом очень отзывчивые, им интересно, кто вы тут такой играете, к вам подходит, знакомится. Есть еще такой способ, это уже не про работу, это просто про знакомство. Что, например, когда вы идете по городу, когда вы идете с рюкзаком, к вам уже сразу много внимания. Люди к вам подходят, заговаривают с вами, и вы тоже как бы расширяете свой круг знакомств. Но многие люди стесняются подойти к вам, даже если они видят, что вы путешественник. И я, например, вешала табличку сзади на рюкзак, что я путешественник, буду рада познакомиться. И ко мне очень много людей из-за этого подходило, они видят табличку, понимают, что ко мне можно подойти. Подходили, знакомились, и так я познакомилась с семьей малазийской, у них было четверо детей. Они взяли меня как пятого ребенка, и мы с ними проехали через всю страну. Они навещали родственников мужа в одном городе, родственников жены в глухой деревне, и потом ехали к семье в столицу, где они живут. И в результате я проехала с ними через всю страну, заехала в эту глухую деревню, в которой там по-английски не говорили, хотя в Малазии много где достаточно говорят. Учила язык, учила, как готовить местную еду, играла в разные местные игры. То есть там в деревне по вечерам собирались играть, вот одну из игр, я вообще не помню, как называется, вторая называется Сипатакро. Это смесь волейбола и футбола, возможно, вы про это слышали. То есть вы играете как волейбол, но только ногами. То есть вот вместо того, чтобы выпрыгивать и забивать мяч над сеткой, вы переворачиваетесь, выпрыгиваете ногами, ногами забиваете, а потом переворачиваетесь и приземляетесь обратно на ноги. Это достаточно сложно сделать, и я смотрела с большим восторгом, как такие большие сорокалетние мужички с такими вот пивными пузиками, они каким-то образом умудряются перевернуться, забить и примлиться обратно. Я так много даже задрать-то не могу, как они это делают. Вот. Совершенно потрясающе, очень интересно. И есть, конечно, определенные плюсы от того, что вы путешественник. То есть, например, в Сипатакро нельзя играть с женщинами. Ну, как-то считается в Малайзии неприлично, что женщина будет переворачиваться, забивать ногами, да, приземляться обратно. Некрасиво. Вот. Но поскольку я была иностранкой, то я говорю, я очень хочу, все, я буду играть, ничего не знаю. Вот. И они такие, ну, если сможешь отбить мяч ногой, правильно, через сетку, тогда мы тебя возьмем в игру. И они мне дали три попытки. Вот они так мне накидывают мяч. Первый раз я не сумела, второй раз тоже, но я понимаю, что я не могу, мне нужно поиграть, я не могу вылететь. Я собрала все свои силы, на третий раз я попала. Это перешло через сетку, и все, мы стали дальше уже играть. Ну, очень интересно. И, естественно, все в деревне сразу знают, что вы иностранец здесь есть. Все приходят знакомиться, приносят всякие сладости попробовать. Мне дали тогда первый раз попробовать пирожки с дурианом. Мне тогда дуриан не понравился именно в пирожках, это было как-то очень-не очень. Потом я попробовала уже свежий дуриан, оказалось, что это вкусно. Это было чуть-чуть попозже. Там же мне, например, выдали велик, я поездила по всем местам. То есть вешать таблички на рюкзак, это очень полезно, как оказалось. Еще какие есть планы? А ты вешаешь так, что нужна работа, например. Еще что-то. Я преподаватель, бородящий преподаватель всех языков мира. Это, с одной стороны, смешно, с другой стороны, это тоже работает. То есть когда вы заявляете о себе, работа вам находится. Если вы молчите, то, естественно, она не найдется. Вот что самое сложное в том, чтобы стритовать на улице. То есть когда выходят люди на улицу, им, естественно, страшно. Тут такая толпа народу, никто вас тут не ждал, и вы должны тут еще и выступить. Это бывает очень страшно. Зато после того, как вы переступите через себя и это сделаете, вы обнаружите, ну что, во-первых, мир-то он настроен доброжелательно, всем интересно. То есть это вам кажется, что сейчас там, ага, ты там сложал, но ты не та, там все на тобой посмеются, голос там, не знаю, не совсем хороший, сейчас тоже это, а потом оказывается, что нет. Не так важно это, как важны совсем другие вещи. И, например, как можно находить разную работу? Находить разную работу можно, когда вы приходите в хостел, вот вы смотрите на Бокинге, самый дешевый, самый популярный хостел, и заваливаетесь туда, ну не для того, чтобы жить, ну, может быть, и для того, чтобы жить тоже, но для того, чтобы расспросить про работы. Обычно там за стойкой работают вездесущие местные. Вот, они обычно такие тоненькие, худые, молодые, которые разговаривают хорошо на английском, и все про всех знают. И вот вы у них спрашиваете, вот там, мне нужна работа, вот там, на пару дней, кем я могу пойти, вот я там могу там то-то, то-то. Они такие, о, да у нас там вот сосед Ильич там давно искал себе помощника, сейчас мы тебя туда, или там еще что-нибудь, они все подскажут. Плюс, опять же, в этих хостелах живут европейцы, европейцы часто ездят по всяким там волонтерским проектам, по каким-то работам, по сезонным работам. Они вам тоже все прекрасно подскажут, расскажут, куда вам можно пойти. Также, такой же момент, вы можете пойти в бары. Бары в России и за рубежом там в какой-нибудь Юго-Восточной Азии, они очень сильно отличаются. То есть у нас в бар русские приходят напиться и подраться. А в Азии люди приходят поговорить. И часто люди даже не пьют, то есть там есть безалкогольные напитки, всякие соки, люди даже берут их, вообще не пьют абсолютно. И там есть такой, например, большой бильярдный стол и доска, в которую ты можешь записать свое имя. Но записать можно только один раз, пока твое имя не вылетит. И вот там есть игрок один, игрок два. Вы сходитесь, играете. Например, игрок один проигрывает, он уходит. Идет следующий, игрок три. Если он проигрывает, приходит игрок четыре, а ты продолжаешь играть. Если ты проигрываешь, то ты вылетаешь и можешь, когда вот уже все там записались, под ними написать еще раз свое имя. И люди в этих барах действительно просто играют, общаются, и там можно тоже очень много чего интересного узнать. И про работу, про какие-то интересные места, найти людей, которые вас сопроводят в какие-нибудь очень дальние деревни, потому что туда приходят местные попрактиковать свой английский, они будут рады вас куда-нибудь свозить и что-нибудь показать. И даже быть переводчиками. То есть я вот, например, учила язык хму и хмонгов. По-моему, язык хму отличался тем, что надо было говорить достаточно быстро. Если ты говоришь медленно, то они тебя не понимают. То есть ты говоришь там то же самое, капарнем, там спасибо, и такие типа никто ничего не понимает. Но как только ты скажешь капарнем, они такие, о, понятно, что хотела сказать. То есть такая особенность, у кого-то тоновый язык, а у кого-то вот зависит от скорости. И поэтому как бы там и слова все такие как бы длинные, сложные, у меня не получалось. Говорить это достаточно быстро, медленно не понимали. И вот я нашла себе так вот в баре проводника, который переводил, я ездила по деревням, задавала разные вопросы, которые меня интересовали. О том, чем люди увлекаются, о чем мечтают дети, кем они хотят быть. Правда, когда у тебя появляется переводчик, иногда оказывается, что во всяких бедных деревнях все достаточно скучно. То есть люди либо хотят выращивать больше какого-нибудь там риса, имбиря или чего-то такого и на этом разбогатеть, либо хотят выучить английский и стать гидами. Как-то вот всего два варианта почему-то. Космонавтом никто не хочет быть. Никто не хочет быть. Вот удивительно, никто не хочет быть космонавтом. Ты-то надеешься, что сейчас тебе навешивают лапши на уши, ты об этом напишешь, да, в интернете такой счастливый, я узнал что-то интересное. А тут оказывается, что вот всего два выбора, да. Но тоже интересно. Или, например, один раз я познакомилась с летчиком. Он говорил, кстати, по-русски. Хотя, по-моему, он был то ли поляк, то ли кто-то еще. Я начала заваливать его разными вопросами, что какие там были чувства во время первого полета, а почему вы решили стать летчиком, а не тяжело ли, ля-ля-ля. Короче, всякое такое задавало. И завалило его вопросами настолько, что он говорит, ладно, у нас тут есть сходка летчиков, приходи и задавай этот вопрос всем, не только мне, ладно? Вот, я пришла на эту сходку летчиков, это было ранним утром, все пили чай, чинно сидели, пили чай. Вот, я тоже задавала все эти вопросы с горящими глазами, и они так вот посидели меня, послушали, говорят, слушай, ну, вот там один из летчиков говорит, я сейчас, ну вот несколько рейсов у меня будет за границу, а потом у меня будет местный рейс на север Лаоса, я могу тебя взять, бесплатно. Вот, я бы так уже могла, получается, по-авиастопить, но это немножко расходилось с моими планами, мне уже нужно было двигать дальше, потому что я хотела добраться до Китая в определенное время, на свой день рождения туда, и, в общем, не получилось, я не хотела сидеть и ждать, там, как бы, я вроде уже все выполнила в Лаосе, поэтому я поехала дальше. Но вот такие возможности в баре подворачиваются, когда просто общаешься с людьми. Еще какие возможности найти работу? Вы можете узнать, где тусовка русских, которые живут в этой стране, зайти, познакомиться, пообщаться и тоже спросить про работу. Тем более, если вы не остаетесь в стране надолго, а вы просто проездом, вам просто нужна подработка, скорее всего, к вам отнесутся вообще достаточно доброжелательно. Потому что не всегда, конечно, русские за рубежом, к русским относятся доброжелательно. Но если вы ненадолго, то, скорее всего, им, наоборот, это понравится. Вы же у них не отнимаете хлеб. Вот. Какие еще работы есть? То есть, кроме того, что стритовать, когда вы ничего не умеете, не знаете вообще, что делать, вы можете поискать сезонные работы. Они не требуют особой квалификации, как правило. Сезонные работы, например, собирать апельсины, лимоны, стричь мяту или, например, стричь кустики конопли в США. Это, между прочим, легальная работа. На эту работу легально выдают визу, и вы вот летите, стричь кустики конопли. Абсолютно легальная. Такое есть. Она, как правило, такая среднеоплачиваемая работа. Сколько там в Абхазии за нее платили? Вспомнить бы. По-моему, 100-120 рублей за ящик апельсинов. В принципе, там можно и ящиков 8-10 собрать за день. Зависит от вас, да? То есть кто-то собирает вот так, а тот собирает вот так, да? Ну и от разных моментов зависит. То есть вы должны спрашивать про работу конкретно. То есть вот вы... Там есть определенные места, лобные, куда вы приходите и ждете, пока приедут пододатели и будут выбирать. Иногда не так выбирают. Так это слишком кутой. Это тоже какой-то слабый. О, возьмем вот этого. Таким образом. Там приезжает много людей, поэтому, скорее всего, и слабых, и тонких тоже разберут. Тем более вы можете там это привлекать внимание. И вы можете задать вопросы по поводу того, какая-то работа. По поводу того, например, если это... Там, забирать апельсины, там обязательно вопросы, например, спросить. На склоне это или поле на ровной поверхности? Потому что если на склоне, то вам будет сложнее собирать, вы меньше заработаете. Ну, там какие-то такие факторы. Можете поспрашивать у людей, которые там работают, у местных. Когда вы придете там вот на это лобное место, там наверняка будут уже русские, вы можете у них тоже все поспрашивать. И узнать, что именно вам нужно будет задавать какие-то вопросы. То есть есть вот такие сезонные работы. Некоторым, ну, как бы, там зависит от вас, да, насколько вам нравится такая работа, насколько вам нравится какая-то другая работа. То есть никто не должен работать на той работе, которая претит его принципам, которые ему не нравятся. Потому что мир изобилен. Работы вокруг полно. И даже без работы вы тоже прекрасно проживете, пропутешествуете, да, то есть всякое бывает. Например, один мой друг, он очень любит горы, и у него очень много энергии, которая, если вот она никуда не выплескивается, то другие люди уже начинают очень сильно от нее уставать. То есть он просто вот ходит, и у него столько энергии, что ему вот, как бы, если он не работает, то все там, все в доме будет перевернуто. Вот. И он нашел, например, такую сезонную работу. Он ходил в горы и таскал рюкзаки ленивым туристам. И он обожал эту работу. Он говорит, я каждый раз поднимаюсь в горы, увижу, какая красота. Наслажусь всем этим. Пойду вниз, искупаюсь в горячем источнике. Там, этот, у меня бесплатное проживание от того отеля, куда приезжают эти туристы. Потом я снова иду в горы. Короче, он был счастлив. То есть, как бы, работу, которая вам нравится, вы можете найти даже вот такую. Даже так. Потом вы можете просто, как еще можно найти работу, вы можете ножками походить и поспрашивать именно в тех организациях, которые вы хотели бы устроиться. То есть, если вот вы тоже там мало что умеете, можете сходить там в ресторан, особенно в том, в котором там вы видите что-то планируется большое, типа там дня рождения, свадьбы, что-то еще. И там наверняка нужны руки. Скорее всего, вас туда возьмут. Если вы умеете что-то, то есть, например, вы преподаете языки, или еще что-то умеете, то вы можете сходить там, например, в школы и непосредственно спросить, есть ли у них там какая-то для вас работа. Если вы надолго, то вот, пожалуйста, вы можете там даже контракт заключить. Если вы не надолго, то вы можете спросить, не нужен ли учитель по замене, оставить там свою визитку. Возможно, вам тоже ответят. Также есть возможность, конечно, найти работу по интернету. И в этом случае вам нужно узнать у местных, какими именно ресурсами они пользуются. Потому что в каждом городе, в разных городах по-разному, в разных странах по-разному, разные сайты. И, например, в Китае работу находят по Вичату. Но Вичат вы не можете просто зарегистрироваться, набрать там, например, группы учителя английского языка и добавиться в группы, искать там себе работу. Не получится. У них там достаточно высокий уровень безопасности, они перестраховываются по 100 раз, и вы не сможете добавиться сами. Вас должны добавить. И иногда еще для того, чтобы вас добавить, нам нужно еще пройти специальную проверку. То есть вам в любом случае нужно искать местных, которые вас туда будут добавлять. Какие еще работы есть? Работы есть вообще абсолютно разные. То есть, как вот от простых самых работ, про которые я уже сказала, также вы можете, например, продавать туры, если вы владеете разными языками, вводить туры, чинить байки. И в Юго-Восточной Азии очень много байков. Если вы умеете их делать хорошо, вы можете прийти в мастерскую, сказать, что я умею. Если вы улыбчивый, интересный, доброжелательный, вежливый человек, в Азии это ценится, вас туда как бы возьмут. И если они увидят, что вы хорошо чините байки. В Китае, например, работы есть вообще абсолютно разные. Вы можете работать боссом. В чем заключается работа босса? Вам нужно одеть на себя костюм, одеть очень такую хмурую, серьезную мину, и ходить туда-сюда по торговому центру. И с важным видом говорить, так, вот здесь поправь что-нибудь, вот здесь тоже измени. Ну, желательно на английском, да? Ну, хотя, может быть, вы немецкий босс, да, на немецком. Или французский, кто его знает. Русских боссов не бывает. Русских боссов как-то не очень жалует. Можно работать русалкой. У меня знакомая была. Она, как у них это называется, там, по синхронному плаванию она хорошо занималась долгое время. И она пришла в океанариум и устроилась туда русалкой. И вот получается аквариум, рыбки плавают, там, акулы плавают, да, и тут же русалочка такая вот, трюки разные выделает, плавает. Такая работа есть. И вообще, в принципе, как угодно. Есть, например, работа, когда человек приходит в бар ночной и просто отдыхает. То есть суть в том, что китайцы, они, ну, как бы, очень ценят белое лицо. И они придут только туда, где есть белое. Если в этом баре белые отдыхают, значит, клуб хороший. Если в этом баре белые не отдыхают, значит, ну, такое для китайцев. Они же все хотят быть как бы лучше, чем просто китайцы. Поэтому они в этот бар не пойдут. И поэтому, как бы, белых вообще туда заманивают, как бы, бесплатными напитками. Но это если ты лох. Если ты не знаешь ничего, то тебя заманят бесплатными напитками, и так, типа, откупились. Вот. А так вообще там за это плазят. За то, что ты приходишь в их клуб. И вот они готовы друг друга сманивать до белых клиентов, лишь бы ты пришел. То есть ты отдыхаешь, просто тусишь со своей компанией, пьешь напитки бесплатно, тебе еще деньги за это дают. Но там условие, что ты не уходишь там раньше определенного времени, чтобы тебя точно все китайцы увидели в этом клубе. Вот. Даже такие работы. А так, да, самое популярное, это учить учителя, чаще английского языка. Учителя физкультуры, кстати, тоже. И модели. Тоже популярная работа. Так, ну вот у меня там друг, например, он устроился, он проверял качество делаемых конструкций на заводе. Казалось бы, вообще работа не для иностранца, но тем не менее, даже такую работу ему удалось найти. То есть вывод какой? Все в ваших руках, работа везде есть. И самая большая сложность, почему люди, ну, когда путешествуют, там сложно искать работу, потому что самое сложное, это прийти и спросить. Потому что, ну, мы почему-то боимся отказа, мы боимся ответа нет, и поэтому все-таки мнутся. Блин, ну может быть у них, им нужен работник? А может быть не нужен? А может быть им не нужен такой, как я? Не заходят, да, не спрашивают. Потому что вам придется там зайти в мест 10, 20, 30, получить оттуда 2, 3, 4 ответа, и после чего там вы уже выберете из этих 2-3, 4-х, там, тот, который вам больше понравится. Может быть это будет как-то так. Про работы какие-нибудь вопросы есть? Как ты обычно живешь, где в таких случаях, когда вот именно работаешь, ну, находишь какое-то место, где можно работать долго? Ну, если я решаю остаться в стране, то я остаюсь там и работаю. Если у меня нет планов остаться в этой стране надолго, то я ищу какую-то подработку. Либо я вообще не ищу подработки. То есть, в конце концов, можно дождаться той страны, в которой ты захочешь остаться на подальше. Я имею в виду место, где ты живешь. Что это обычно бывает в таких случаях, когда, ну, ты более-менее долго где-то находишься? А, ну, есть разные варианты. То есть, например, в Лаосе, где я была волонтером в горах, там было аж 2 варианта, где можно было жить. Ну, как минимум 2 варианта, на самом деле даже больше. Один вариант был, если ты остаешься волонтером, я хотела остаться только на пару месяцев, а если ты остаешься волонтером на полгода и больше, то тебе выдают жилье и даже платят определенные деньги. Второй вариант был, там китаец открыл бар, и любой иностранец мог приехать туда волонтерить за еду и жилье. Но при этом волонтерство представляло из себя, там, 2-3 часа вечером ты, не знаю, там смешиваешь напитки, да, и после этого у тебя вот жилье, еда, и там весь день ты катаешься, делаешь, что хочешь. Я приходила в этот бар, потому что я практиковала китайский язык, и вот, собственно, китаец открыл этот бар, и, естественно, туда приходило много китайцев, я с ними всеми общалась, и каждый раз, когда ты приходила, я не могла понять, кто там вообще работает, а кто отдыхает. Все стояли на ушах, и всем было абсолютно весело, и вот, примерно так. И в том числе можно было вот там жить. То есть там ты договариваешься, что ты там работаешь, может быть, ты договариваешься, что ты там работаешь час, но зато тебе еду не нужно, да, и ты там просто живешь, например. То есть такие есть варианты. Плюс, опять же, там были местные, у которых можно было вписываться. Там был, например, канадец, который был просто счастлив у кого-нибудь себя принять, чтобы человек рассказывал ему про путешествия. Ему было очень скучно в Лаосе, ну, немножко, то есть он как-то тосковал по чему-то по путешествиям, либо по чему-то такому. И вот он готов был у себя принимать людей и общаться с ними. это не совсем надолго, но потом можно еще к кому-то переехать, там еще куда-то. Например, в Китае, там, как правило, жилье тебе снимает фирма, которая тебя, так сказать, орендует на какое-то время. Ну, либо, если это подработки, то вы снимаете жилье сами, но в таком случае вы подрабатываете, то есть у вас достаточно денег. И плюс, если вы хорошо знаете язык, то вы можете найти недорогое жилье. То есть в Китае, например, люди могут снимать там за 20-30 тысяч в месяц, да, рублей, грубо говоря, и даже больше, можно просто зайти в бедные такие квартальчики типа трущоб, но это не совсем трущобы, это немножко другое, и побродить, поискать, там будут объявления на китайском, вы просто звоните с китайского номера, договариваетесь на китайском языке встречи, поднимаетесь наверх, или там, ну, смотрите, что за квартира, и так вот походить немножко, можно найти очень дешевые варианты и очень приличные. То есть, может быть, это вас удивит, кажется, что трущобы, да, какие там приличные варианты, но абсолютно нет, особенно где-то на последних этажах, абсолютно чистые, нормальные комнаты, без тараканов, без всего, то есть, вообще просто нормальные, хорошие комнаты. Там по договору или как, или просто на словах? Ну, по договору, конечно, по договору, но как бы, ну, что стоит договор? Как бы вы, иностранец, китайцы даже не уверен, как он правильно записал ваше имя. Вот, но, вот я и мои знакомые с моей помощью тоже так снимали жилье, и ну, бывает такое, что там обманывают, вот еще как-то, но в нашем случае с нами поступали сюда очень хорошо. То есть, когда, например, я вместо себя поселила неразумных белых, так сказать, тех, кто был в Китае недавно, и еще не знал никаких законов Китая, и уехала путешествовать, они вместо меня должны были жить, то в какой-то момент они просто открыли дверь, когда в нее стучали. То есть, в Китае первое правило, если ты не знаешь, кто пришел, просто не открывай все. Вот, они открыли дверь, китайцы увидели белых, вы что делать? Здесь белые живут. Что с ними делать? У них, естественно, загруз, они вызывают полицию, полиция приезжает, они даже не говорят по-китайски, те долго очень думают, что с ними делать, они же живут в каком-то трещобном портале, тут куча китайцев, это же небезопасно, и в КСФ они говорят, вам здесь жить нельзя. Хотя я знаю, что жить можно, на самом деле, то есть я специально заранее узнавала, в каких порталах я могу жить, в каких не могу, то есть договориться можно было, но поскольку они не говорили на китайском, те не говорили на английском, у них ничего не получилось, их выселили. И мне, естественно, звонит эта женщина, у которой я снимаю, она пожилая, и она говорит на кантонском языке, а на мандарине, на официальном, как бы, китайском, не очень хорошо. А я, естественно, кантонского не знаю, я знаю мандарин, но мы с ней пытаемся договориться, то есть как бы, когда личное присутствие лучше, потому что мы можем писать иероглифы, они читаются одинаково, но там мы тоже так как-то списывались, пообщались, и вы же знаете, она просто все деньги, которые там были за жилье, она мне все вернула. И просто мы там договорились, мои друзья китайцы приехали, забрали мои вещи из этой квартиры, и как бы все, я ее освободила досрочно. Потом приехала, просто мне пришлось уже другой вариант снимать. И у моих других друзей тоже была похожая ситуация, когда там что-то произошло, им нужно было съехать досрочно, к ним отнеслись досрочно хорошо, и вернули даже залог, и там то, что осталось за месяц, тоже вернули, хотя могли бы не возвращать, заордачиться, сказать, ну вы же тут съезжаете раньше времени. То есть, в принципе, ну как бы все было хорошо. То есть, вариантов много, по каучсерфингу, искать какие-то волонтерские проекты за жилье, там, может быть, может быть договориться сразу, что там, где вы работаете, чтобы они вам снимали, но особенно, если там это сложно как-то делать, потому что вы не знаете языка, или есть еще какие-то свои особенности. Или можете попросить какого-нибудь местного друга, чтобы он с вами поехал за ручку, нашел вам дешевое, недорогое жилье, и вы его сняли. То есть, там, например, в Вьетнаме, если знать где, можно тоже снимать очень недорого, и снимать там хоть на месяц только один, и достаточно все это будет недорого. Вот. Такие варианты. Если нет рабочей визы, то миграционка не изверствует? Зависит от страны. В Азии на это всем вообще глубоко наплевать. У тебя не было проблем в Китае? Когда у тебя в тот момент, когда у тебя не было еще рабочей визы, то никаких неприятных эксцессов с миграционкой, ну, или намеков на это не было? Нет, у меня не было. То есть, у моих знакомых были какие-то проблемы, но здесь просто очень важно правильно оценивать место. Это тоже как в автостопе. Когда останавливается машина, вам нужно понять, сидеть в эту машину или не сядете. Можно доверять этим людям? Нельзя. Как они на вас смотрят? Когда вы устраиваетесь на работу, вы тоже смотрите. Во-первых, устраивались ли вы напрямую к работодателю, либо это агент. Агент, как бы, ну, лучше не связываться. В Китае, конечно, все через агента, но тогда должен быть и агент, и работодатель. Потому что если вы заключаете договор только с работодателем, вас, ну, почти, только с агентом, вас почти по-любому обманут. То есть, здесь важны такие моменты. И в том числе угрожать потом могут, и все такое. Это вот если вы, как бы, не напрямую с работодателем заключаете. А плюс вы заранее должны, ну, как бы, вы должны посмотреть, что это за место. Прежде чем вы подписываете контракт, приходите, смотрите. То есть, например, если это будет открытое окно, прямо там на самые оживленные проспекты, все будут видеть ваше белое лицо, у вас еще нет рабочей визы, то, конечно, это нехорошо. От такого места лучше отказаться. Ну, и плюс смотрите, естественно, по тому, как китайцы на вас смотрят, как они переглядываются. И если в этом месте уже другие люди, которые работают, то есть, если там есть люди, которые работают там полгода, год, и, ну, как бы, я недовольна местом, то, скорее всего, с вами все будет хорошо. А если все люди работают не больше месяца, это очень подозрительно. Это, скорее всего, они, как бы, потом не заплатят, всех выгонят, либо зададут в иммиграционную. Такое тоже бывает. Там одному моему знакомому пришлось вообще под стол прятаться, когда пришла полиция. Вот. И потом через окно выпрыгивать. А потом перебегать через... Ну, там, как бы, все школы, они еще ограждены забором. Ему пришлось бежать через... Как там? Ярд. Двор. Через сбор. И потом перепрыгивать через забор и удирать через забор. Да. Бывали и такие случаи. Но, как бы, вот у меня не было проблем. Плюс, опять же, потом я уже устроилась в элитную школу, которые относились уважительно к тому, что я русская. Потому что это не очень часто происходит. То есть в Китае все как-то такие вот носом воротят, что типа «А, русские? Ну, значит, мы их будем платить меньше». Как-то так. Вот. И это была первая школа, которая не отнеслась ко мне вот так вот с пренебрежением. Они сказали «Русская? Нифига себе! То есть ты такая талантливая, что ты выучила и английский, и китайский на таком хорошем уровне». Типа «Респект и уважуха». Ну и, собственно, как бы они стали мне сразу там оформлять рабочую визу и все прочее. Ну, чувствовалось, что прям вот это хорошая школа, и они будут решать проблемы с полицией в случае чего пока еще не сделана рабочая виза. А как ты изначально узнавала уровень зарплат для ни экспатов, ни русских? То есть, например, с… Как ты сравнивал зарплаты? Да, да. Как ты узнавала, например, американцы или немцы, или канадцы, австралийцы, учителя, читеры, титчеры? Ну… И то, и другое. Уровень зарплат их. Ну, во-первых, это достаточно просто. Вы просто гуглите это в интернете, это все везде уже сто раз понаписано. Во-вторых, вот буквально недавно китайцы додумались прятать уровень зарплат. То есть, недавно они писали «такая-то, такая-то работа, столько-то денег». И вот недавно все, как по волшебству, стали прятать эту цифру. И все пишут, что только такая-то работа в такие-то дни. И больше ничего не пишут. Ты должен им лично написать и узнать. То есть, теперь узнать немножко сложнее. А раньше, очевидно, ты смотришь. Здесь только-то, здесь только-то. Здесь пишут non-native, а здесь только native. Вот, раньше было очень просто. Ну, и сейчас тоже, как бы, просто можно поспрашивать у людей, почитать в интернете. Все везде написано. Там даже люди давали уже интервью и всякие прочие вещи. И с конкретными указаниями, хотя это не совсем хорошо. Вот. Еще какие-то вопросы по поиску работы, про какие-то работы разные, про в разных странах, например. Есть вопросы или переходят дальше? Интересно, на что вообще основные средства уходили и в каких случаях? Да, основные средства уходят на еду и на визы. На перелеты, если они нужны. На жилье, если ты именно живешь, да. Но, в принципе, нет, ну, смотрите, на жилье вот у меня уходило 6 тысяч в месяц. Примерно столько же, сколько и на еду. Даже, может быть, там. Ну, примерно все оно похоже. А на еду, вот, имеется в виду какие-то базовые вещи, то есть там кашки, пюрешки или ты все-таки обычно можешь себе позволить что-то более интересное? Ну, это же зависит от того, как бы, что вы цените в жизни. То есть я в целом... Как у тебя это было? Я, например, в целом неприхотливая. То есть мне там, как бы, есть гречка, отлично. Есть там какой-нибудь булгур, прекрасно. То есть я не сильно привередливый человек в этом плане. Ну, разве что после Вьетнама я специально купила себе шейкеры, делала всякие смузи, банановые и прочее, потому что после Вьетнама прям скучала очень сильно по таким вещам. Но, как бы, мне не так сильно важно, что я ем. То есть главное, чтобы это была просто нормальная еда. То есть я потом выяснила, что в кафешках китайских можно питаться по одному юаню. То есть за 10 рублей. Вот. Это когда уже мой китайский стал просто супер уровня. Я догадалась, что можно приходить и говорить, мне, пожалуйста, белый рис пустой. Они тебе выдают такую просто ложку риса, которая стоит один юань. И дальше ты говоришь, еще, пожалуйста, суп. Ну, только такой, не суп, а бульон. А бульон у них бесплатный. И надо знать, какие кафешки, они есть очень наваристые. То есть просто супер такой бульон с имбирем, еще с чем-то. То есть он прям такой супер классный. Ты все это смешиваешь, у тебя получается суп с рисом. Ну, как бы, бульон с рисом. Очень вкусная, очень питательная вещь. То есть мне вообще очень нравилось. А заведение в убыток не уходит, кстати говоря, от таких вот вещей? Не, не, я не осуждаю это. В общем, вроде... Отличный лайфхак, но вот просто интересный. Ну, значит, в зрении, миллиарда людей. Поэтому увидев, что белый мистер есть рис, туда приходят тысячи китайцев после этого. Там очередь туда. И они поднимают цену на все остальное на 10 юаней. Ну да, ну, во-первых, ты обычно такой один единственный, кто приходится заказывать такое блюдо. Во-вторых, они же назначают цену за это такую, то есть они с ней согласны. Ну, что как бы вот... Иначе... В некоторых заведениях 2,2 юаня стоит рис. Такая ложка риса, да? То есть как бы зависит от заведения. То есть они считают, готовы они продавать за столько или не готовы. Вот, а потом начинала я так питаться, просто потому что я чем-то, по-моему, то ли отравилась, то ли что-то такое, у меня болел живот, и я не могла ничего есть, кроме белого риса. Белый рис, он как раз выбирает в себя всякую гадость. И вот я первый раз это заказала и поняла, что вот оно. И некоторое время я приходила и говорю, болит живот, только белый рис, пожалуйста. Вот, поэтому... Да нет, как бы, вряд ли вы там будете есть столько, что вся кафешка разорится чисто на вас. Как-то так. То есть основные, да, основные траты, это всё-таки еда. Вот, и... Если вы едете в какие-то там страны, куда нужна виза, то виза, перелёты, что-то такое. Есть ли ещё какие-то вопросы про работу? Так, ну, например, во-первых, есть... Ну, как бы, можно не только ездить автостопом, есть разные интересные поезда и всякие местные автобусы и прочее, которые могут быть тоже очень интересными. И это... Как такое... Купить билет на аттракцион. То есть, например, в Мьянме есть такой поезд, он ходит из Мандалая в Сипо. Я даже, может, куда-то ещё дальше. И этот поезд уникален тем, что, во-первых, ты туда... Он отходит в 2 часа ночи. Это нужно знать, потому что это не везде написано, и вы даже об этом можете не знать. Это нужно специально спрашивать у местных, чтобы попасть на этот поезд. И он очень старый. Когда ты заходишь туда внутрь, ты видишь, что люди привязывают багаж к полкам. Ты спрашиваешь, зачем они это делают. Закидываешь просто свой багаж так, они смотрят и такие, не-не, привязывай. И потом ты узнаёшь, почему. Потому что, когда ты едешь, поезд просто вот так шатает, прямо без преувеличения, очень сильно шатает. И багаж развязывается сам по себе к середине поездки. Его нужно будет подвязывать. Потом там обычно нет этих окон, ну, в смысле, стёкол. И двери все открыты. Поэтому, когда вы там едете в тоннелях, едете над пропастью, вы можете вот так вот просто вылезти и получить весь заряд бодрости админалина в таких поездках. Плюс, опять же, туда забиваются очень много людей. И они сидят абсолютно везде. А проходы предназначены для того, чтобы класть багаж и детей. Маленьких, которые там ползают по всему проходу. И если там всё-таки находятся люди, которые продают какую-то еду, то, как правило, они продают её на голове. Потому что просто по-другому они их не пронесут эту еду. Но там всё достаточно очень интересно. И этот поезд интересен тем, что, когда он забирается в гору, он забирается ёлочкой. То есть это такой старый поезд, таких уже не очень много осталось. И вот, получается, у него паровоз с двух сторон. И вот он так заезжает, там стрелки переключаются, он едет теперь задом, забирается вверх, потом стрелка переключается, он едет снова передом, потом снова задом. Круто. И потом там же есть тоже старинный авиадук, биадук железный через каньон, который, и по нему поезд движется со скоростью 5 км в час. И это такое удовольствие, там всё очень красиво. Ты едешь, правда, уже становится жарко, но всё равно очень красиво. И потом на своей станции приходится уже вылезать через окно. Но при этом местные жители настолько добрые, и они настолько рады видеть, что хотя бы хоть один иностранец ездит в этом поезде тоже, они берут над тобой шефство и готовы тебе подсказывать, помогать, вылезать через атаку. Но тоже достаточно интересно. Но есть определённый момент, что нужно заранее у местных узнавать, во сколько именно это будет всё отходить. Потому что, вот, например, я ездила вот уже после ковидного времени, после того, как уже начали открываться границы, не совсем после ковида, но после того, как начали открываться границы, я из Турции хотела вернуться в Россию через Украину. И мне нужно было, получается, уплыть на пароме с Турции в Украину. И я прихожу, билет можно купить только онлайн, по-моему, но при этом нужно прийти обязательно в офис, сдать свой паспорт и получить в обмен на паспорт этот билет. Никак иначе, по-другому никак не получится. И за наличку ты тоже его купить не можешь, то есть там нет никаких вообще ни офисов, ничего, и вот там даже, где ты как бы даёшь паспорт, ты тоже нигде. Хотя там есть кассы, ты можешь там заплатить за что-то другое, но за билет не можешь. Такая там особенность. И капитан, ну или там кто там будет, он тебе скажет, что приходить нужно в 6 утра. Я такая думаю, ну блин, 6 утра, ну ладно. Выхожу, захожу в соседнюю кафешку позарядить телефон и вот рассказываю, что вот завтра поплыву в 6 утра. Я такая, ну а если вот совсем поздно, не позже, 12. Ехали мы всё равно в 6. То есть такие вещи лучше заранее спросить у местных. Целивей будете. Потому что когда я пришла туда в 12, люди там, ну я там даже не в 12, я ещё немножко опоздала, и люди там сидели в 6 утра, естественно, были очень злые, несчастные, голодные, не выспавшиеся. Вот, очень грустно. Паром, кстати, вообще был очень такой занятный, при том, что в ковид там переправлялись только дальнобойщики. Практически никого больше не было, потому что, ну мало кого пускали, всё-таки в ковидное время, никто особо так погулять не съездит. И дальнобойщики, поскольку им не нужно, получается, завтра утром за руль, они просто устраивают очень дикую пьянку, просто безумную пьянку. Там лучше вечером вообще на палубе не появляться. Потому что если появишься, там просто прилепишься к палубе от пролитого алкоголя и больше не отлепишься. То есть там было всё просто залепо. Тебя за борт не выкинут. Могут. То есть, например, всё-таки было достаточно опасно, когда я вечером хотела выйти, ну точнее, ночью я хотела выйти и посмотреть, как выглядит вот это звёздное небо, когда ты плывёшь, когда вокруг океана и всё прочее, то там ещё бродили вот в таком как бы уже сильно неадекватном состоянии дальнобойщики. Когда они меня увидели, они за мной пошли. И как бы моя каюта лично не запиралась, потому что это был самый дешёвый билет, там такая как бы много-много просто сидячих мест, а мы просто раскатили пенки и спали на полу. Но поскольку у нас было несколько человек, то когда они зашли, увидели, что там есть мужики, они вышли обратно. Вот. То есть, ну, на этом пароме не очень безопасно плыть, по крайней мере, в Кавиб, вот в такое время. Тем более, что нас просто задержали в море, потому что там был занят порт, и нас решили заправить. А как оказалось, такую вот тонну, да, ну, как бы такой огромный паром заправляют там много часов. Чуть ли там нам сказали сначала, что полсуток всё это будет заправляться. Там просто такой танкер к нам пригнали, да, вот со всем этим делом. Там очень долго шла состыковка, чтобы там всё это залить. Очень интересно. Скажут, что всех пытались согнать с палубы, но ты просто заходишь там за людей, запрыгиваешь, там, в принципе, всё можно смотреть. Поэтому мы, поэтому вот даже такая вещь, что вам скажут, что вы завтра вечером будете, не верьте, не будете, мы были там только через, ещё через сутки. Такой момент. А как там налажено там питание, что-то там, это всё есть на пароме? Ну, да, да, питание было, но, естественно, уже не такое вкусное, как в Турции. То есть, хотя плыли мы из Турции, да, и там были оливки на столе, но они были абсолютно сухие, явно украинские. Сколько плыть и сколько стоит билет? Билет стоил что-то там в гривнах, по-моему, 1900, что ли? Ну, я помню, что это мне в рублях обошлось там что-то 1400. Я могу ошибаться, я точно не помню, но в рублях это было там 1003 и с чем-то в пределах четырёх. Недорого. М? Недорого. Это же относительно. Учитывая, что тогда с самолётами было всё очень непонятно, они все отменялись, это было надёжнее. Вот, а плыть, ну, как бы, вот, по идее, сутки. А в Одессу приходит? Это не точно. Он приходит, он выплывает из Карасу в Черноморск. По сути, Карасу, это чёрная вода. Да, да. То есть, из чёрной воды в Черноморск, да, то есть, вот так. Но это рядом с Одессой. Вот. Каким ещё способом, да, можно ещё путешествовать на мотобайках? Тоже занятная вещь. Я пробовала это в Лаосе. Точнее как, я везде арендовала, либо покупала байки, на них ездила, потом их обратно продавала. Вот, стол, желтый. Там есть разные особенности. Во-первых, ну, конечно, это уже получается не слишком бюджетное путешествие, потому что, да, там нужно будет за бензин платить, плюс байк будет ломаться. И ещё зависит от страны. То есть, например, в Мьянме налог на ввоз транспорт очень высокий. И поэтому все байки и машины там старые, латанные и перелатанные. Потому что просто местный народ слишком бедный, он не может себе позволить ввоз новой техники. И кажется, что этот байк под тобой развалится. Но, вот, кстати, ничего такого не происходило. В Лаосе с этим всё попроще, но, тем не менее, байк ломался постоянно. И, например, если в Таиланде вы отдаёте всё-таки его чиниться, то вы можете быть уверены, что починят вам его хорошо. То в Лаосе лучше контролировать, что именно и как будут чинить, стоять над душой. Потому что, например, нужно что-то им починить, они снимут цепь, а пол у них земляной, обычный, как бы не деревянный, просто утоптанная земля. Они просто бросят цепь прямо на землю, даже не на пакетик, ни на что, просто в землю. А потом, когда закончат, они поднимут эту цепь, поставят её на место. Естественно, далеко вы не уедете. Начинают жироветь, и опять же, там вся земля, песок, всё это, как бы, понятно, будет плохо работать. И в Лаосе чинят очень плохо. То есть, казалось бы, вы починили, вы отъезжаете, проблема та же самая, она абсолютно не решилась. Как там какие-то стуки были, как там ещё что-то, всё остаётся. То есть, такие вещи. Поэтому в Лаосе нужен всё-таки хороший байк, потому что, если он будет ломаться, то сразу, как бы, очень много будет проблем. Во Вьетнаме прикольно, что, например, все, кто чинят байк, это женщины. То есть, до этого вы нигде женщин особо так вот не видите, чтобы они вот что-то какими-то такими вещами занимались. А здесь, пожалуйста, подъезжайте к каждому, к каждой мастерской, и там работает женщина. И причём очень хорошо, так быстро всё меняет, и гораздо более качественно, чем в Лаосе мужики. Прикольно. Бывает. Такое исключение из правил. Потому что в Китае, как правило, тоже всё-таки женщин уже не увидите за такими работами. Ещё один момент, который нужно будет учитывать, это способ вождения в Азии. Он будет очень сильно отличаться от России. И после этого приедет в Россию, вам покажется, что вы сможете водить байк с закрытыми глазами. Потому что, вот вы вроде знаете, да, правила движения, вот вы выехали, там, одностороннее движение. Это вовсе не означает, что вам не поедет навстречу байк. Два байка. Несколько байков, которые будут ехать цепочкой, они будут друзья, общаться между собой, поэтому они будут держать ногу на ступеньке другого байка, общаться, и будут ехать абсолютно по встречке. Вам навстречу, вы девайтесь куда хотите. То есть, как бы, в данном случае, правы, не правы вы, да, потому что вас меньше. Правило, если вы больше, то вы правы. Но если вы меньше, или у вас количество меньше, то вы не правы, в любом случае. Плюс, опять же, если вы едете по дороге, и здесь стена, вы на эту стену не надеетесь. Всегда имейте в виду, что здесь обязательно будет где-нибудь дырка, и из нее обязательно выскочит байк на полной скорости. Обязательно. Вот. Если вы это имеете в виду, то будете целее. Если не будете иметь в виду, то потом будете иметь в виду. Наверное, много дыркового еще из-за этого. Особенно во Вьетнаме. Во Вьетнаме я не решилась ездить на байке, я ходила там пешком. Ну, в Ханое, по крайней мере, так-то я ездила, а вот в Ханое нет. Я умудрилась попадать в ДТП, просто пешком, идя по тротуару. Я иду одна по тротуару, одна, то есть вот такой большой тротуар, никого там нет, день, я просто по нему иду, и какой-то человек просто вдруг решает зачем-то свернуть прямо здесь, он сворачивает меня. Неисповедимый, да, пути? Или, например, идешь по улице, которая пешеходная, да, и по ней сюда ходят всякие иностранные туристы. И тут едет байкер, задевает меня стеклом, ну, этим, боковым зеркалом. Вот. И я, как бы, ну, я очень этого не ожидала, я начинаю ему кричать что-то в свет, он продолжает ехать, оборачивается, смотрит на меня и врезается в другого байкера, который поехал перед ним. Гарман. Ну, вот, как бы, да. И очень много таких вот, таких вот вещей во Вьетнаме, поэтому это действительно там достаточно опасно. И плюс во Вьетнаме там часто вообще люди, вообще не обращают внимания на красный, там, на зеленый свет, то есть в некоторых странах все-таки они немножко на него обращают внимание. То во Вьетнаме ездят вот так. То есть одни едут сюда, другие едут сюда, они как бы вот так вот разъезжаются. И самое главное в этом случае сохранять ровное движение, не тормозить и не ускоряться, ехать с той скоростью, с которой вы едете, чтобы любой самый необразованный и недальновидящий человек, да, он мог понять, где вы будете в следующий момент. Потому что объезжать вас будут вот так. И скажите спасибо, что в Азии все-таки немногие люди имеют боковые стекла, да, то есть как бы с одной стороны они вообще не знают, зачем они нужны и никто не будет смотреть назад. Все боковые стекла, мне кажется, отданы в деревне первым красавицам, чтобы они смотрели по утрам в зеркало, да. Вот. Но зато вас этими боковыми зеркалами не заденут, потому что объезжать-то будут вот так, как бы постоянно. Вот вы едете на зеленый, да, и вас будут вот так вот объезжать те, кто едут на красный, вот. Такой момент. Плюс, опять же, они на байках проводят все, что могут провозить. То есть там, например, такая вот огромная туша какого-нибудь там, ну не бизона, да, ну какого-нибудь коровы запросто. Она еще может быть живая и даже брыкаться. Человек будет вот так вот ехать. Вполне ожидаемо. А как ты поступала? Тебе что же, наверное, миновый рюкзак был с собой? Ну, да, ну его просто как бы кладешь, привязываешь. То есть... Да, как местный. Нет, смотри, ты приезжаешь в... Да, ты делаешь так же, как делают все местные. Как делают местные? Они приезжают в мастерскую и говорят, мне нужно провести вот этот багаж. Человек так оценивающе смотрит. Этот багаж. Сюда. Дальше он тебе варит конструкцию. Такую вот, как бы, ну зависит от количества багажа. Он тебе варит конструкцию сверху, вот так вот вниз и еще вот так вот сделает. И ты можешь либо сюда их навесить, либо наверх навесить. И все, и дальше ты с этим едешь. Иногда бывает, что эта штука переламывается, и ты потом ищешь того, кто тебе это починит. Такое тоже бывает. Вот. И все местные, у всех местные тоже возят какую-то вот такую вот штуку, на которую они все цепляют. Хотя иногда они умудряются что-то цеплять, конечно, и без этого. Всякое бывает. Вот. И там, например, перевезти там 20-30-100 стульев вообще не проблема. То есть там будет такая вот гора из ювелирно уложенных стульев. Это прям даже завораживает. Ты просто не можешь отвести взгляда, а потом он приезжает мимо тебя. Есть даже в интернете целые подборки всякой. Чего только не везут эти вьетнамцы? Вьетнамцы чемпионы по перевозке всякой хрени совершенно не вообразимо на этих водоциклах в интернете есть подборки. Вообще-то везут черти что. О, можете найти. Там такие. Больше, чем сам водитель по размеру предметы. Да, поэтому иногда вы просто не сможете разъехаться, даже если дорога достаточно большая, потому что будет ехать вот такой агрегат. Спасайтесь все, кто может. Примерно так. Плюс, да, конечно, есть вот такая особенность, что ни у кого нет боковых зеркал, и сзади просто дороги не существует, понимаете? Как только вы едете, дальше за вами она просто ломается, крушится и все, да? То есть вы просто забываете напрочь, что она существует. То есть вы едете, поворачиваете в любом направлении, в любое время, когда хотите, тормозите, разворачивайтесь, все что угодно. А те, кто сзади, это их проблема. Ваша проблема, те, кто спереди, потому что они будут поступать точно так же. Единственный способ немножко обезопаситься, это постоянно бибикать. То есть пока вы бибикаете, вы существуете на дороге. То есть, знаете, там разные есть птички, когда, например, они своих птенцов не различают, пока те не пищат. Вот здесь примерно такой же случай. Пока вы пищите, вы существуете. Если не пищите, вас нет. Ну, и даже если вы пищите, это не значит, что человек перед вами резко не повернет. Это значит, что он сделает это чуть-чуть менее резко. Но это все равно будет достаточно резко. Еще один момент, что, например, в той же Мьянме, поскольку все байки очень сильно латаны и перелатаны, то у них у всех, все шины стерты. И поэтому вот вы едете, вот там красный светофор, вы как бы подъезжаете на адекватное расстояние и начинаете тормозить. И тут вы обнаруживаете, что вы продолжаете скользить с той же скоростью дальше. Вот. И выезжаете так, я вот так вот уехала на середину перекрестка, после чего я поняла, что люди на меня уже надвигаются, и надо просто ехать дальше. То есть ты газуешь и едешь дальше. Так вот это может происходить. То есть примерно, когда надо тормозить, как только вы проехали первый перекресток и видите второй, уже начинаете тормозить. Глядишь, как раз докатитесь для того перекрестка. Ну и, конечно, спидометр, там всякие бензин показатели. Естественно, ничего не работает. Зачем вам это нужно? Вы так байк стряхнули, вроде что-то плещется, и ладно, поехали. А если нет бутылки, можно купить литр бензина и все. Это еще одна особенность, да, что самый интересный момент, как вы будете искать этот бензин. То есть если вы человек неискушенный, в Азию приехали недавно, то вы можете очень долго и с очень несчастными глазами искать бензин. То есть вы будете ездить и нигде не будете видеть бензоколонки, и у вас уже кончится бензин, вы уже будете его укатить. А он везде, а он везде. Да, он в бутылочках. Причем бутылочки могут быть абсолютно разные. То есть вот вы видите пивную бутылку, а это не пивная бутылка. Вот вы видите такие длинные пластиковые бутылки с чем-то желтым, это не что-то желтое, это то, что вам надо. Видите такие маленькие стеклянные бутылочки с чем-то красным, это тоже вам то, что вам нужно. А может быть почти любого цвета. Вот. Поэтому, да, если вы видите бутылки, скорее всего, это вам. Если не видите бутылки, ну, спросите. Они наверняка где-то есть, просто их не видно. Все просто местные знают, что вот туда, вот там темно, вот вы туда заходите, и там бутылки. Но вы-то об этом не знаете, да? И можете очень долго ездить и искать. Или, например, видите такую огромную бочку дождевую, и к ней приделан краник, и такая штучка, которая показывает, сколько в бочке осталось. Это тоже то, что вам нужно. Вы просто подъезжаете, даете деньги человеку, с краника наливаете себе в бутылочку, а должна быть, как у любого, уважающая себя взята бутылочка с собой. И потом переливаете все это в ваш байк. Тоже такое есть. Такая особенность. Что еще про это можно рассказать? Ну, и, конечно, есть такой момент, что там разные есть сезоны, да, и в сезон дождей может быть очень весело. Я так была в Лаосе в сезон дождей, и я поехала по дороге, которая была 60 километров всего лишь. Я ехала три дня. И, ну, хотелось же, конечно, бросить байки и уже пойти пешком, но это не было бы легче. То есть, в принципе, что и с байком, что пешком все примерно одинаково. Но зато бесценна была реакция местных, когда я доезжала до таких деревень. Они же знали, что дороги там нет, и поэтому они смотрели на тебя просто как на призрака. А почему три дня-то? А потому что это настолько плохая дорога, что ты пробираешься три дня 60 километров и вот думаешь, что умрешь. И вот ты влезаешь в очередную деревню под вечер, у тебя вот такая грязь вместо байка, и ты сам точно такой же. И все просто... Через детали? Как это вообще? Что это? По дороге? По проселке дороги. Нет, это как бы... Это дорога, это большая дорога. Это просто дорогу визуально даже, по которой... Это просто сезон дождей. Длинная дорога. Сезон дождей. Ты вон, видишь, там по дороге на фотографии, вот прямо вот на мной. Вот примерно такая вот. Видишь, дорога. Там, видишь, мне машины по самую шею сидят. Хорошо. Но зато, поскольку ты такой единственный, то тебе все, внимание, деревня. Цивилизация до нас добралась, да? Ну, как бы... Извне кто-то пришел, можно спросить, новости, поговорить. Даже если с тобой разговаривать невозможно, потому что язык не знаешь, то все равно хотя бы посмотреть. И тебе, естественно, выделяют место в гостевом доме. У них там есть дом такой общий, в который все приходят на собрания, а еще там единственный телевизор на всю деревню, все приходят смотреть телевизор. Тебя, естественно, размещают в этом доме и тут же внезапно телевизор становится супер популярен. Туда приходят просто все, они просто слишком вежливые, они смотрят телевизор, пытаются посмотреть на тебя. Но так, чтобы ты это не заметил. И ты вот сидишь, видишь, там, 30-40-50 человек, да, сидят смотрят в телевизор, вот так. Ну, просто тем более на женщину, тем более, как бы неудобно, нельзя смотреть, да, поэтому они смотрят телевизор, но пытаются очень отчаянно посмотреть на иностранку, которая приехала в эту деревню. Еще каким-то невообразимым образом, да. Такие моменты. Плюс еще есть всякие оползни. У меня была там одна дорога, она была асфальтовая дорога, но на ней было 11 оползней, которые полностью перекрыли дорогу. Вообще их было больше, но там часть перекроет половину дороги, это еще пол дела, ты просто объехал, поехал дальше. Но есть такие оползни, которые перекрывают всю дорогу, туда приезжает экскаватор, и он так вот это постепенно расчищает. Ты потом проезжаешь в узко образовавшиеся отверстия. А в одном месте там вот такой оползень, он завалил вообще всю фуру. И вот там было интересно, то есть как бы, это, во-первых, стало все движение, все встали, байки там как бы тоже выстроились в огромную небывалую очередь, пока все ждали возможности проехать. И вот как только экскаватор, так вот грязь уже докопался, наконец до дороги, и вот он как бы убирает, и грязь потихоньку начинает спыкаться. И там раз, два, байка шмыгнут, и грязь снова как бы налипла. И снова экскаватор счищает, и ты как бы получаешься впритык, когда пытаешься проехать. Здесь у тебя фура, а здесь у тебя грязь, которая начинает на тебя наезжать. И если хоть чуть-чуть замешкаешься, а тебе очень тяжело проехать, у тебя же тем более там еще багаж, вот, то если чуть-чуть замешкаешься, то ты будешь грязью придавлен к фуре, и после этого очищать-то будет еще сложнее, и ты еще всех задержишь, и сам задержишься, и вообще, ну, все будет достаточно сложно. Вот. И так была асфальтовая дорога, которая тоже, на которую тоже ехала весь день, именно из-за завалов, потому что приходилось ждать, пока их расчистят. В некоторых местах дорога просто как бы, и тут завал, и еще она сама съезжает куда-то еще, и у тебя получается очень узкое пространство, которое тоже, возможно, сейчас поедет. Такие моменты тоже бывают. Ну, а на байке, конечно, интересно бывает забраться в какие-то очень сложные места, из которых ты очень долго выбираешься и клянешься на свете, но для настоящих ценителей приключений это же как раз то, что нужно. Есть не только момент, что там иногда можно купить такой байк, который будет очень плохо, например, забираться в гору с твоим багажом, все это получается очень медленно, и если когда ты едешь автостопом, ты можешь сменить машину на более быструю, то здесь ты никуда не денешься. Ну, тоже как бы опыт, опыт, занятный. Также ездила на велосипеде. Из плюсов могу сказать, что ты много времени проводишь сам по себе в своих мыслях. Если есть что обдумать, если есть какие-то мысли накопили, что-то нужно решить, то как раз самое оно. Но мне, например, я поняла, что мне больше подходит автостоп, потому что мне нужно общаться с людьми. Я хочу путешествовать по стране именно по людям, знакомиться с людьми. Поэтому автостоп мне, конечно, намного интереснее, чем ездить на велосипеде. Хотя, на удивление, после вот такой поездки в 39 дней, или в 37 дней, что-то подзабылось, я чувствовала, что я никогда так не отдыхала, как отдохнула в этой поездке. Несмотря на то, что, естественно, ноги там болели, качались. И вообще там через... Уже на следующий день сидушка становится просто невыносимой, потому что вы сидите только на ней. А через какое-то время у вас попа становится такая вот под сидушку, и вы уже не можете сидеть на обычных лавочках, потому что там она ровная, а у вас попа вот такая. И уже неприятно на лавочках. Но тоже интересно, тоже можно много куда забраться. Вы находитесь природой, и потому что, да, спите на свежем воздухе, едите, еду приготовленную на костре, тут, конечно, чувствуется очень здорово, тоже очень отдыхается. Не утомляет такое образование для жизни? Если ездить много лет на велосипеде, наверное, можно встать. Я имею в виду даже не про велик, а вообще. Про путешествия? А не устаете ли вы долго жить? То есть это как бы для меня путешествие – это образ жизни. То есть мне нравится так жить. Кто-то выбирает жить в городе, кто-то выбирает жить в Сирии, кто-то выбирает жить везде, да, может быть, по-разному. То есть, если постоянно перемещаться, то, в принципе, мне кажется, любой от этого устает. Когда вы постоянно, каждый день, в 6 утра встаете, куда-то едете, весь день, там, 900 километров едете, потом валитесь спать, потом снова едете, конечно, вы устанете. Но когда вы именно живете, путешествия, то есть это ваш образ жизни, какое-то время вы работаете, какое-то время вы занимаетесь своими делами, там, вот я пишу книги, там, что-то, чем-то учу, какие-то новые языки, мне это нравится, то есть это не моя работа, это то, что мне нравится делать. Знакомитесь с местными жителями, познакомились с классной семьей, пожили у них, еще где-то, то есть вы просто живете. Если вы чувствуете, что вы устаете от какого-то одного, от чего-то одного, вы просто должны это поменять. То есть когда вы, вот в обычной жизни, там, каждый день ходите в бар и напиваетесь, там, до полупомлочения, в какой-то момент вы чувствуете, что устали, да, можно это поменять. Но не имеют в виду вы, имеют в виду вообще люди. Они же это меняют. То же самое в путешествиях. Вы чувствуете, что устали каждый день ездить автостопом, значит, пора остановиться, может быть, там, потусить на пляже, может быть, съездить в город, может быть, там, устроиться волонтером, еще куда-то. Вариантов же куча. То есть просто, просто жизнь. Устаем ли мы жить, в принципе. Иногда устаем, да? Но если строить все грамотно. То есть вот, например, если говорить про путешествия, там, про путешествия автостопом, многие говорят, что путешественник это такое грязное, несчастное, голодное создание, да? Но это же как бы зависит от вас, абсолютно полностью всегда зависит от вас. То есть если вы заранее позаботились, взяли с собой еду в путешествие, да? То есть вы знаете, что вы целый день хотите ехать, вам нужно куда-то доехать. Вы взяли еду, вы уже не голодный. Если вам не нужна кровь из носа, обязательно там ехать 100 километров в час и вот нигде не останавливаться, потому что вам нужно там успеть до самолета, да? А вы просто едете. То вы можете запланировать, что там в час дня я точно хочу поесть. Да? И вы едете, видите, столовая, о, без пяти час, все, останавливай, я здесь выйду. Выходите, кушаете, да? Во многих столовых, ну не в столовых, а на заправках, там, например, в Турции, еще в многих местах есть, там, в Малайзии, у них есть душ, и вы можете туда попроситься. И, скорее всего, вас пустят туда бесплатно, потому что вы такой крутой чувак, путешественник с рюкзаком. Вас, конечно, запустят. И вот так можно заранее просчитать, чтобы все было удобно. Во сколько вы хотите спать, хотите ли вы заниматься какими-то своими важными делами, в какое время вы будете останавливаться. Это же все как бы вот просто зависит от того, и вы просчитали бы это или нет. Вот. Поэтому можно от этого не уставать, если просто вы это грамотно рассчитаете, что и как вы хотите делать. Про автостоп. Многие из вас ездили автостопом, да? Или кто-то не ездил? Вы ли такие, кто не ездил? Вы признавайтесь, поднимайте руки. Кто не ездил автостопом? Денис, может быть. Ты Денис. Кто ездил меньше 10 раз? Поднимайте руку. Есть такие? Ага. Ну, тогда вкратце скажу, что как бы путешествие автостопом, оно же на самом деле не такое опасное, как люди думают. Потому что вы этот процесс все-таки так или иначе контролируете. То есть, когда вам останавливается машина, первое, что вы можете сделать, это вы выбираете, сядете ли вы в эту машину. И если вы видите, что человек на вас смотрит такой, типа, «Ммм, интересно, деньги у него есть или нет, да?» Или что-нибудь там, типа, такого всего. «Ммм, ничего, фигурка, ну давай садись, сейчас посмотрим». То есть, если вы видите такой взгляд, вы, конечно, отказываетесь от машины, вежливым образом не вызывая агрессию. То есть, вы, например, можете спросить, куда человек ездит, и сказать, «Ой, а я иду не туда». Или что-то такое. И в результате это вежливо, это без агрессии, у человека не возникает ощущение, что типа, «Ах, она отказалась, сейчас я ее посажу». И в результате человек уезжает, вы остаетесь в безопасности. В самой машине тоже очень важна внимательность к людям. То есть, вы смотрите, почему и что человек говорит. То есть, если он спрашивает, «Ну, что типа там, квартира-то есть в Москве?», то, как бы, возможно, есть смысл сказать, «Вообще, что ты посмотри, все, вообще денег никаких нет, видишь, еду автостопом». Да, то есть, или, может быть, человеку просто интересно, как вы вообще там, русские, живете, у вас вообще квартира есть, или вот вы все такие там, путешествуете автостопом, да? То есть, вы всегда смотрите на посыл человека, почему именно он вас что-то спрашивает. И если вы видите, что это спрашивают с какими-то плохими намерениями, либо что-то еще, может быть, есть смысл это прояснить. Ну и тем более лучше не отвечать намеками на намеки, не отхихикиваться, не как бы не уходить от разговора, а просто прямо, искренне и, опять же, без агрессии сказать человеку, что тебе неприятно, и что ты хотел бы сменить тему. И люди обычно адекватно это понимают. Либо если они не понимают, то ты говоришь, вот здесь, вот, пожалуйста, останови, я выйду. И все, и просто выходите с машины. Это если и вкратце по безопасности автостопа, потому что говорить там можно много прошло. По факту. Есть ли какие-нибудь вопросы про перемещение, про байк, про лодку, может быть, что-то про что-то еще? Какие-нибудь вопросы? Скажи про опасные случаи. Про опасные случаи. Хотя бы вкратце. Ну, вот по факту, прям совсем опасных случаев-то и не было. То есть были просто неприятные случаи. То есть, например, важно, когда вы приезжаете в новую страну, не стопить, например, в первый день. То есть вы сначала смотрите, как люди реагируют, как бы пытаетесь считать их эмоции с их лица, потому что у них может быть совсем другое лицо и другой способ выражения эмоций. Если вы не знаете этот культурный код, то вы, когда сядете в машину, вы не поймете, человек на вас смотрит плохо или хорошо. В Малайзии тогда я пересекла границу, и просто как бы я этого не знала ничего. И застопила до любаящика, села к нему в машину. А в Малайзии все-таки большинство людей английский знают, потому что у них образование в основном на английском. И те, кто язык не знают, они, ну, получается, не образованные. Плюс они мусульмане, мусульмане, получается, не образованные, они девушек-то не видели, они не знают, как с ними общаться. И это немножко опасно. Ну и, собственно, дальноборщик было из таких. И он просто ехал и такой, господи, девушка в машине, что же мне делать с этим? Такой вот ехал вот так, волновался. Ну и потом просто в какой-то момент ему пришло в голову, и он такой, типа, я ее туда потрогаю. А я на него закричала, он остановил машину, я вышла. И он уехал. А я осталась ночью на трассе. И, как бы, я уже была напугана, что, типа, вот, как бы, ничего не произошло. То есть он меня даже не успел потрогать. Но вот просто вот эта сама ситуация на меня напугала. Это было первый раз, как бы, все мое путешествие. Я тогда уже где-то там год, полтора путешествовала на автостопом. И, как бы, это был первый случай такой неприятный. Вот, я шла ночью по трассе. Боюсь топить новые машины, тем более ночь. Тем более я не доверяю теперь всей Малайзии. И нужно было что-то делать. А тут, получается, забор. И справа-слева рисовые поля. Деться некуда. Ну, то есть палатку поставить на рисовое поле, как бы, это плохая идея. Вот. И тут мне попалась навстречу развязка, которая уходила в город. А идти в город тоже опасно. Ну, то есть, как бы, маньяки обычно на трассе не встречаются. А вот в городе-то уже могут и маньяки, и все прочее, да. Люди, которые там будут грабить или что-то, они будут в каких-то либо бедных районах, да, либо в парках они пойдут, не на трассу. Поэтому в город идти немножко опаснее. Тем более, что далеко было еще просто. И я увидела, что там, получается, под развязкой, под бетонной, там есть кусты, и за кустами такая вот ровная поверхность наполовину моей палаточки. То есть как раз на одну меня. И я туда эту палаточку притулила. И приезжали там машины, светили. И мне казалось, ну вот сейчас меня увидят, сейчас найдут мою палатку и придут. Естественно, в таких случаях ты слышишь шаги, да, что тут идет. И ты такой, так, сейчас я вам покажу, идите сюда. Ну, никто не пришел. На утро я снова пошла стопить, потому что, ну, а что, куда деваться там. Вот. И очень выборочно стопила. То есть я же не доверяю теперь молодецам. Я поэтому смотрю, кто там едет. Так, ты проезжай. Творец, а мне тоже не нравится. Опа. Ну, блин, надо уже проехать. Вот. Останавливается мне мужчина один. Естественно, я как бы ему устроила допрос. Я задавала ему кучу вопросов. А откуда ты? А кто ты? А что у тебя за образование? Хм, интересно. Так, а сестра у тебя есть? А мать у тебя есть? Угу. Ладно. Это нормальный чувак. Вот. Ну, в результате я с ним потом еще полгода общалась. То есть хороший чувак попался. И потом я уже научилась ездить в Малайзии. У меня больше там проблем не было. И было еще пару моментов, когда я отказывалась от машины. То есть, например, останавливается машина, открывается дверь. Мужик такой, садись. Ты такой, понятно, никогда не сядут. И такой, а тут у меня попутчик в туалете. Путчик в туалете. Все, куча. Никакого попутчика в туалете нет, но главное, что человек уехал. Или там тоже был такой момент, когда человек мне остановился. Хотя вообще там была очень неудобная ситуация. Я вообще не понимала, зачем он мне остановился. Я его вообще не стопила. Стояла вообще в другом месте. Это было в Европе. Я стояла на выезде из заправки. Он меня увидел там на хайвее и остановился где-то там уже. Где-то там с лесом. Я его не видела. Но он мне там бибикал оттуда. Я понимаю, что сходить надо. Отказаться. Потому что ситуация была какая-то такая не слишком нормальная. Я понимала, что я с этой машины не поеду. То есть, во-первых, он там нарушает все подряд. Уже небезопасно. Вот. Во-вторых, просто какая-то интуиция бы сказала, что не стоит. Но сходить отказаться от машины надо. Потому что он стоит там за лесом и бибикает. Вот. Я дохожу до машины. И оттуда высовывается человек такой. Ну, у него очень красные глаза. То есть, это не до сыпа. То есть, он накуренный или еще какой-то. И вот такое вот лицо и злой взгляд. То есть, ну, все видно, что прям вообще очень не стоит садиться. Это первый раз, когда я прям испугалась, когда увидела человека. Он так выныривает у него такие глаза. Говорю, а куда вы, дяденька? Он такой, а ты куда? Я такая, не помню куда, скажите куда. Я сейчас вспомню, куда я. Куда вы? Вот. И мы так с ним перерогивались. Ну, так вот. Он уже начал ругаться, что типа, как ты не помнишь куда? Ну, вспоминай куда. Я говорю, а вы куда едете? Я специально не говорила, куда я еду, потому что мне хотелось отказаться от машины. И, в конце концов, он уже хотел заклопнуть дверь, потом такой, ладно, хрен с тобой, я еду туда. Я говорю, а я не знаю. Ему пришлось уехать без меня. Вот. И, в принципе, как бы вот особо других... Ну, были какие-то еще ситуации в Турции, когда мне тоже приходилось выходить из машины. Ну, один случай был, когда ехал, там было двое парней. Ну, точнее, один парень, другой мужик. Они, ну, дальнобойщики ехали, а я была с мужем. Ну, понятно, что когда вы едете по Турции, люди не очень сильно, сколько они, ну, как бы мусульмане, у них другие правила. И они не понимают, как двое могут ездить и при этом быть просто друзьями. Вообще непонятно. Поэтому, чтобы себя обезопасить, вы обычно говорите, там, вот мой попутчик, муж, он говорит, что вот она моя жена. Потому что если вы скажете брат и сестра, у брата сестру купить можно. Или скажете, что друзья, они такие, друзья, это что, свобода, секс, что ли? А мне тоже можно? Сразу начинаются какие-то очень непонятные ситуации. Поэтому я никогда не была так часто замужем, как в Турции. И вот, значит, сажусь я с попутчиком и говорю, вот мой муж. Они говорят, ага, привет, муж. Я его сажу сразу вот сюда, как бы поближе к дальнобойщикам, а сама у окна. Типа, как вот такая турецкая жена, да, смотрю в окно, молчу. Вот. Они начинают с нами общаться, выясняют, что я там русская, а мой попутчик француз. Они такие, угу, ладно. И начинают переводить с русского, чтобы француз не мог прочитать. И сует телефон мне, что типа, а давай мы с твоим мужем пойдем прогулять, а ты с моим дядей здесь в машине останешься. Я просто, я думаю, может, я неправильно поняла, то есть как бы в смысле. И вот тем более вот так сразу просто как бы ни с чего. Я просто этот телефон отпихиваю обратно, типа, не понимаю. Он уже конкретнее пишет, что типа, вот как бы, не просто остаться в машине, да. И, ну, мне лично стало как-то немножко обидно. Я беру этот телефон и пишу ему в ответ, что типа, вот если бы так же поступали с твоей матерью, с твоей женой, с твоими детьми, тебе было бы это приятно? Почему ты думаешь, что мне, гостю твоей стороны, приятно то, как ты себя ведешь? Я даю ему телефон обратно. Вот этот молодой парень, видно, что ему стало стыдно, он прям такой весь зарделся, такой, извини, я не знал, извини меня, пожалуйста. А этот вот, собственно, дядя, который подбивал его это все писать, он такой, типа, чего она сказала? Он прям гидный, он такой, типа, чего? Он ему рассказывает, что типа, вот так вот, как-то вот, неудобно получилось. Он такой остановился, говорит, вам здесь выходить. Ну, все, собственно, мы просто вышли из машины, в принципе, что нам было нужно. Так получилось. Вот, это если вкратце. То есть, ну, в принципе, никаких опасных случаев не было. Было просто какие-то неприятные случаи. Очень часто любые недопонимания можно решить с помощью позиционирования. Когда вы садитесь в машину, от того, как вы себя ведете, особенно вначале, очень многое зависит. То есть, человек, который вам останавливается, он не всегда в курсе, кто вы, кто вы такой. То есть, они никогда не встречали автостопщиков, они не понимают, что вы здесь на дороге делаете. Девушек они видели на трассе только в одном случае, да? Этих белых мужиков они видели только, когда можно у них было содрать деньги, да? И тут вы останавливаетесь, ну, останавливаетесь в машину, такой на дороге, сейчас вам и делать непонятно. И от того, как вы будете себя вести в первое время, и как вы объясните, кто вы такой, будет зависеть, будут у вас возникать недопонимания, будут ли у вас люди просить деньги, там, домогаться вас или что-то такое, либо не будут. И, то есть, например, в Турции, поскольку все считали, что все иностранки доступны, а все русские Наташи, и все, естественно, такие сразу с надеждой, ты Наташа! Ты такой, сейчас. Вот. То в машину я садила сюда строго. То есть, ты садишься такой, здравствуйте, я учитель. Все, как бы, никаких проблем. У меня вообще никогда проблем не возникало. Монашка. Ну, не то, что монашка, как бы. Просто ты показываешь, что ты строгий человек, и к тебе человек не будет лезть. Он видит, что, как бы, вот ты строишь барьер между вами. И в Турции многие, кто девушки ездят, они говорят, что мы очень часто турки пытаются приставать. Ко мне редко пытались приставать, просто потому что, вот, как бы, такое позиционирование, они такие сразу, а, ну, ладно. Вот. И если вдруг начинаются какие-то намеки, ой, типа, а может мне спеть песенку эротическую? И ты сразу, как бы, говоришь, я здесь выхожу, вот. Либо, ну, вот я, например, объясняю, что, типа, я гость в вашей стране, и почему вы себе позволяете так себя со мной вести? Вот. Мне неприятно, мне обидно. И люди, ну, редкие, редкие эти люди, которые все-таки пытались что-то делать, они извинялись, потому что они не хотели ничего плохого. Потому что многие люди в автостопе, которые подбирают одинокую девушку, они не хотят ничего плохого, на самом деле. Вот. Они просто думают, что, типа, ну, я же там мужик должен был предложить, а вдруг она тут сидит, страдает, а я не предложил, да, что я? Что я? Плохой получается. Либо еще по какой-то причине. Вот. Такие вот моменты. Можно еще что-то спросить про безопасность, если интересно, либо про что-то другое. А языков ты много разных там подскребла, пока ездила? В других странах ты изучала, скажем, вьетнамский язык или какой-нибудь еще? Ну, вьетнамский я сначала не планировала изучать, потому что не планировала там находиться долго. И уже ближе к концу, мне уже стало любопытно, я немножко его выучила, но именно по чтению. То есть я заходила там в какие-то места, я там читала что-то, ну, больше там всякие менюшки или что-то, то есть ну, такое вот я учила. А в Лаосе я учила так более-менее полноценный лаоский язык, пыталась общаться с людьми, когда я там ездила, останавливалась, встречалась дома, по-лаосски спрашивала, типа, можно я тут у вас на ночь останусь? Меня пускали, сразу же устанавливали такой стол с рисом, мы все вместе садились, и вот я пыталась с ними разговаривать там, кто я, откуда, всякое прочее. То есть в Лаосе, поскольку там долго прожила, я учила лаоский язык. А в каких же странах ты больше там 2 месяца или больше жила в таких же странах? Ну, вот в Таиланде я жила 4 месяца, в Китае, в Турции, вот. Ну, я учила бирманский язык, хотя там прожила, ну, там, как бы, виза дается на 28 дней всего лишь, но бирманский мне очень было интересен, тем более, что там такие вот буквы круглые, да, потрясающие. И когда я услышала, как звучит язык, я поняла, что он мне нравится, он прямо сразу лег. То есть есть языки, которые не получаются, то есть, например, тайский язык мне никак не зашел. Он очень архаичный, люди делают с ним, что хотят, и, как бы, здесь проще по-другому с человеком общаться. Ну, то есть иногда можно понимать человека без знания языка, то есть ты как бы начинаешь слушать, как будто бы от сердца. Это какая-то волна, нужно на неё как-то настроиться. Когда вы долго путешествуете, вы как-то начинаете людей понимать просто. Вот они с вами говорят, вы видите их эмоции, глаза, вот что-то такое, и вы понимаете, о чём человек говорит. А в Мьянме я учила язык, и там я взяла трекинг. Я обычно не беру никакие такие платные штуки, но в Мьянме там всё очень дёшево в плане услуг. То есть там что-то долларов 15, что ли, стоил поход на 3 дня с едой, с проживанием по диким горам, с этим, с местным, который говорил хорошо на английском языке. Я у него постоянно спрашивала всё по-бермански, то есть он у меня ещё был учителем бирманского языка. Я у него спрашивала всё, что можно. И он ещё рассказывал нам про всех, про животных, про растения, про то, как делать из них всякую медицину. И после этого похода я прям уже достаточно неплохо разговаривала, там оба уже какую-то небольшую беседу поддержать. Так что тоже учила. Но бирманский оказалось очень сложно поддерживать за пределами Мьянмы, потому что страна бедная, нет никаких особо учебников, особо приложений. У них даже клавиатура для разных шрифтов разная. И если, например, вы установили себе клавиатуру бирманского языка и скачали документ, открываете его, но документ был написан на другой клавиатуре, то у вас всё превращается в бессмыслица. И вот, например, в Таиланде тайцы вешают на столбах объявления о работе для бирманцев, на бессмыслице, потому что они про эту тему не знают и вникать не хотят. И висят на столбах, и ты видишь, что это бессмыслице, ты видишь, что это не бирманский язык, и можно отличить по определенным параметрам. Просто потому что даже нет единой клавиатуры, которая читала бы всё. Поэтому с приложениями всякими, тем более, всё очень сложно. Я нашла в Китае одного бирманца и договорилась с ним в обмен на русский язык заниматься. Но, как оказалось, он из Бирмы уехал достаточно давно, и он всё очень плохо помнил. То есть он мог ещё чуть-чуть проработать моё произношение над простыми какими-то вещами, типа «Привет, как дела?», но это я и так помнила. Особо ничего больше не получалось. Хотя, на самом деле, из Бирмы к нам в Россию ездят военные по обмену. И у нас в Москве, по-моему, как раз есть институт, и достаточно много народу ездит. И у них даже есть здесь храм, где очень много бирманцев. Я сейчас не скажу точно, какой он, где он, потому что я его ещё не посетила. Но найти, наверное, смогу адрес, если интересно. То есть они ездят нам по обмену, и в Мен-Ми есть определённые военные в определённых местах, которые знают русский. Но совершенно хорошо, потому что они у нас учатся. Такая вот тема. А где больше всего понравилось путешествовать? То есть куда бы ещё, ещё раз туда же бы поехала, в какой стране? Ну, страна же нравится, как бы, чем дольше ты в ней, тем более, пробудешь, тем больше она тебе нравится. Но мне очень нравится Китай. Я учила китайский язык заранее. У меня просто был интересен этот язык, и он мне очень хорошо лёг. Я бы туда ещё приехала. Вот мне она мне очень понравилась тоже и по языку, и по культуре. Потому что она такая аутентичная страна. Но мне, как бы, многие страны, они запали в душу. Просто в какие-то, может, я не поеду в ближайшее время, потому что мир большой, я ещё не всё посмотрела. Вот. Но если вот так прям выбирать, то да, по Камьян, на Китай. И, ну, в Европе я не ожидала, что меня как-то сильно Европа зацепит. В принципе, не то, чтобы она меня зацепила. Но в Германии, когда я жила около Берлинской стены, совсем близко, мне, ну, местный житель, который там был при разрушении стены, он мне показывал книги, которые очень сложно ещё найти, то есть какие-то там издания, в которых были фотографии людей, когда вот эта стена рушилась, и как потом они сквотировали пространство, когда все сваливали за рубеж, когда стало это возможно, когда стена сломалась. И они устраивали сквоты, и там было очень много пространства, и они творили всё, что хотели. То есть у них была свобода творчества в плане пространства, потому что было куча брошенных квартир. И, ну, я узнала очень много про то время, и, ну, вот, мне интересно было бы погрузиться в это ещё раз. А так есть много стран, которые ещё не открыла, и в которые ещё очень хочется. А какие планы на ближайшие дни, если бы коронавирус рассеется? Ну, сейчас вот я определилась пока так, что где-то в конце октября, ну, когда я сдам сертификат Селту, и я поеду куда-то в Южную Америку. То есть, если там совсем ближе ко времени, то тогда, наверное, уже сразу поеду там в Аргентину, Бразилию, там куда-то туда, чтобы и в дом для всех попасть. Если будет больше времени, то мне бы хотелось тоже поехать в Мексику и проехать по земле. Если только это будет доступно, то есть вот сейчас посмотрим, как наши первопоходцы, у меня сейчас друзья, они путешествовали по Мексике и вот пересекли недавно границу с Гватемалой, и сейчас находится в Гватемале. И если у них получится проехать дальше по земле, если всё-таки страны откроются из этого коронавируса и можно будет пересекать, то мне бы, конечно, тоже хотелось. Так. Может быть, в обратную сторону потом. Ты про свои книжки ещё скажи, про это и про будущее. Вот, здесь у меня лежат мои книжки, сборник рассказов. Вот, можно за донейшен их приобрести. Ну, покажи, если века, покажи. Вот они вот так выглядят. Вот здесь новая обложка, она ещё не совсем доработана. Содержимое одно и то же, да? Да, 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 содержимое одно и то же. И сейчас я, наконец, уже распечатала дневник застрянцев. Сейчас я делаю вычетку, и уже ближе ко времени, как бы через какое-то время я его тоже опубликую. Вот, дневник застрянца — это про время турецкое, когда мы с ребятами застряли на период пандемии, и о том, что происходило там, немножко в такой художественной форме, потому что там очень много затронуто личного, тех людей, которые там жили, поэтому художественная форма. Вот, про пандемию, про то, как там. Приезжала к нам полиция, и что там происходило. Вот, ну, я думаю, что мы скоро можем переходить. Чаще, сейчас делал несколько объявлений, и мы сможем, вот, скажем спасибо, товарищ Анастасия, и нам, в общем, всё.